Народ Божий, я вас всех приветствую! Христос воскрес! Воистину воскрес, дорогие мои! Вы там уже с самого утра говорите «Христос воскрес!» С вечера говорите «Христос воскрес!» А мы сегодня тоже говорим вместе с вами «Христос воскрес!» Воистину воскрес! Вы уже новый день встретили, а мы только это заканчиваем. Вы уже были в благодати и в радости, но Пасха наша не закончилась. Мы будем возвещать, мы будем провозглашать, что Христос воскрес! И на каком бы мы месте ни находились, с той стороны, полушария, с этой ли, разницы нет. Господь наш воскрес! И поэтому не будем говорить сейчас «Какой день?» А может быть, Он не воскрес, уже хватит? Не хватит! Мы всю вечность будем говорить «Христос воскрес!» И если Он воскрес, то и мы воскреснем. Слава нашему Господу! Я только что недавно пришла с нашего служения. У нас было чудесное время. Мы радовались, благословляли друг друга, величали Господа. Всели воскресенье Его, пребывали целый день. И кушали вкусное, сладкое, тучное. Радовались Господи. Благословляли Господа. Так что я под впечатлением этого дня, еще он у нас не закончился. И я просто хочу, пусть этот дух этого воскресения, этого праздничного состояния, пусть еще пребывает дальше. Хоть у вас уже второй день после воскресения наступил. Но давайте еще окунемся, давайте вместе с нами еще порадуемся, что Господь наш воскрес. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и пали, и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас Галилеи. Там его увидите, вот я сказал вам. Аллилуйя, слава нашему Господу. Его там нет, гробница пустая, никакого остатка нет. Полностью Господь воскрес, только пелены отдельно лежащие были на своем месте, как знак, что там нет тела. Господь воскрес, слава нашему Господу. Я просто сегодня хочу вам еще прочитать одно место Писания, где, будучи исполненный Духом Святым, псалмопевец Давид, когда был освобожден Господом от руки Саула и от всех его врагов, он пророчески говорил об этом времени, когда Господь будет воскрешен. Посмотрите, какая триумфальная, какая сильная мысль, какая победная, какая мощная мысль Духом Святым запечатлена. Знаете где? В Псалме 17, дорогие мои, я благодарю Господа, что мы видим эти знаки воскресения нашего Господа и его смерти от самого начала, от начала Библии и до конца. В начале было, что когда Адам согрешил, то нужно было животное убить. Я думаю, что это был игненок, агнец, потому что этот символ нашего агнца небесного, который покрыл Адама, Господь сам одел на него эту одежду из кожи этого животного, и кровь была пролита. И до конца мы везде видим, как в скинии, которая была по устройству сделана, по откровению Моисеем, и потом храмовое служение, и до пришествия Господа нашего, когда Господь пришел, родился, Он показал, что эта нить, красная нить проходила через все Библию, через все места Писания, где возвещалось и говорилось, и в пророках, как Исаия пророчествует и говорит, что будет он заклан, агнец заклан за нас. И в откровении мы видим, что Господь просто, эти места Писания просто нам подсказывают, что да и аминь, достоин агнец закланный за нас принять славу и честь. Слава нашему Господу и Спасителю, Он достоин. И посмотрите, как здесь величественно описано воскресение Господа нашего Иисуса Христа в Псалме 17. Давайте мы его откроем и вместе будем благодарить, славить Господа, смотреть, как чудесным образом Дух Святой показывает эту силу и мощь воскресения. С 5 стиха «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». Давида не опутали эти цепи смерти, и он не был в аду, когда Саул за ним гонялся, а здесь пророческое слово о Господе Иисусе. Да, у Давида было состояние такое изгнанного, отверженного, и он получил освобождение, слава Господу. Но здесь, посмотрите, как написано. «В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему возвал, и он услышал от чертога своего. Голос мой и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись от снования гор. Ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева его, и изус его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на Херумивов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод, облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного глаза Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих. Аллилуйя! Дрогнула земля, дрогнули все устои сатаны, основания все дрогнули, и извлек Господь Сына Своего из этого ада преисподнего, где Он был три дня во имя Иисуса Христа, во имя Сына Своего. Господь, Отец, воссел и Духом Святым извлек Его из вечного осуждения. Мы там должны были быть. Это Он там был в аду. И Он нас извлек из ада преисподнего через Свою смерть и Своё воскресение. Аллилуйя! Дорогие мои! Слава нашему Господу, Спасителю! И что происходит? Посмотрите, когда Он вышел из этих преисподних мест, Иоанн видит Господа нашего, любимый ученик на острове Патмос, в день воскресный, будучи в Духе, является Ему сам Господь Иисус. Я так смотрю, Иоанн любимый был ученик, потому что очень много любил и был близко около своего Господа. И вы знаете, здесь Он его увидел совершенно другим, не тем, не тем, который был когда-то на земле. Посмотрите, какого увидел его Иоанн. «И обратился я» — это первое откровение, 12 стих. «И обратился я, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи золотых светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир, и по персиям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобных Алкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум, вот многих, и держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей, и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою, и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, я имею ключи ада и смерти. Прославленный, в славе Божией, Иисус, победитель, явился Иоанну, тот когда-то возлежал его на груди, который был очень близко, который смотрел на него, слышал его, кушал вместе, ходил с ним, пребывал с ним, вдруг увидел его прославленного, и ему Господь говорит, Иоанн, не бойся, я тот, но я сейчас прославленный, и я держу, я имею ключи ада и смерти. Господь, властелин, дьявол властно подвержен позору, он восторжествовал над ними, над всеми силами тьмы, подверг их позору, восторжествовал собою над этим мраком, победа, освобождение, исход. Халилуя, слава нашему Господу, дорогие мои, благословенны мы у Господа, благословенны. Я сейчас просто хочу, чтобы мы еще пошли, давайте мы еще больше будем утверждаться нашим Господом, умершим и воскресшим, потому что это наше обетование, это наше, это наше Евангелие, если вы хотите, это наше Евангелие. Слава нашему Спасителю, слава нашему Господу. Я хочу сейчас зачитать одно место, которое апостол Павел пишет Коринфянской церкви. Апостол Павел не был вместе с учениками, апостол Павел наоборот гнал учеников, последователей Иисуса, и Господь ему явился. Посмотрите, что говорит этот благословенный раб Божий, избранный Господом, чтобы показать, что Господь призывает всякого человека к своей славе. И этого человека-гонителя Господь призвал. И какое откровение он получил. Посмотрите, в 15 главе первое послание Коринфянам. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли и в котором утвердились, которым и спасаетесь. Какое же Евангелие? Давайте обратим внимание, какое Евангелие проповедовал апостол Павел людям, язычникам, которым и спасаетесь, если преподанные удерживайте так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Вот Евангелие какое! Павел проповедует им, что Он умер, и Он воскрес по Писанию. Наша Евангелие – это наш Господь, это наша Пасха, это наше освобождение. Халилуя! Слава нашему Господу! Итак, Павел проповедует и говорит, а если Христос не воскрес, если кто-то думает, то тогда и проповедь наша тщетна, и тщетна вера наша, и мы остаемся во грехах наших, если Христос не воскрес, то тогда нет никакого смысла, выхода никакого нет. Если только Он умер и взял наши грехи, и не воскрес бы, то нет никакого освобождения, так мы бы и умерли во грехах. Но Христос воскрес, и наша проповедь не тщетна. Халилуя! Халилуя! Господь воскрес, первенец из умерших, Он дальше говорит. Халилуя! Как водами все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его. Вот нам какое обетование, дорогие! Так что слава Господу! Давайте мы будем сейчас благодарить, восклицать и хвалить Господа нашего за Его смерть и воскресение, за Его триумфальную победу, которую Он властно подверг позору все силы тьмы. Он смертью Своею смерть попрал, и ад не мог удержать любовь, которая спустилась в преисподние места, взяв на себя прегрешение всего человечества. Ад не смог удержать. И разгневался Бог-творец, воссел на Керувимов и полетел, и поколебал все основания и устои сатаны. Дрогнули все его царства, все дрогнуло. Христос воскрес, первенец из умерших, а мы последующие. Дорогой Господь, Отец, я благодарю Тебя, я славлю Тебя, Бог мой и Царь, что Ты, Господь, сотворил великое, дивное, Ты сотворил чудо великое во всех сферах жизни, земной, небесной и преисподней. Христос воскрес, первенец из умерших, Отец, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, и мы, Господь, сейчас здесь показываем и говорим, что мы наследие Твое, мы принявшие смерть и воскресение Господа, мы живем в надежде, что мы также воскреснем Слово Твое, Ты говоришь нам, и Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы искупленные Господом нашим, мы дети Твои, мы примирились с Тобою через искупительную жертву нашего Спасителя. Сейчас мы смотрим на нас так, как Ты смотришь, мы наследие Твое, мы дети Твои. Я благодарю Тебя и славлю, что Ты удостоил высокой чести быть Твоею семьею нас. Слава Тебе, Господь, что Ты был послушен Отцу Небесному до смерти и смерти крестной. И за это Ты увенчан славою. Прославься, Господь наш. Аллилуйя, слава Тебе, аллилуйя во веки и веки. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, слава нашему Господу. Дорогие, посмотрите, какие чудесные обетования. И дальше, смерть, где Твоё жало? Ад, где Твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, что труд ваш не тщетен пред Господом. Не тщетен. И проповедь наша не тщетна, и вера наша не тщетна, и всё, что мы делаем, живём ли, для Господа живём, умираем ли, переходим из этой жизни в вечную славу воскресшего Иисуса. И Он сказал им, где я, там и вы будете со Мною. Я буду вместе с вами во веки вечные. И перед уходом своим Он говорил, я приготовлю место вам. Обители много, но если не так, даже я приготовлю вам место. Господь наш с нами хочет быть во веки веков. Аллилуйя, Ему слава. Дорогие мои, я благодарю Господа, что мы с Ним умерли и с Ним воскресли. Вы скажете, когда же это мы умерли с Ним? А давайте ещё посмотрим Писание. Я знаю, что все рождённые свыше, принявшие Иисуса Христа, принявшие завет с Господом, в водном крещении. Вы умерли с Господом и воскресли. Воскресли. Я хочу вам сказать ещё одну мысль, очень важную и очень нужную. Когда мы принимаем водное крещение, мы должны знать, что мы погребаясь в воде в этой, мы в смерти Иисуса крестимся. Посмотрите, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, об этом написано Кривленом в 6 главе, мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. А где мы это пролучили? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Крещение в воде, мы крестимся в смерть, дабы как Христос воскрес из мёртвых, славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни. Итак, дорогие крещённые, в воде поверью, мы как подобием смерти с Ним соединились, то соединимся и подобием воскресения Его. Аллилуйя, слава Господу! И кто ещё не принял водное крещение, не медлите, принимайте, потому что вы будете отождествляться и в смерти Иисуса Христа, погребаясь в воде и вставая в воскресении. Вы знаете, в этом обряде великий символ, великая слава Божия, потому что мы будем как бы утверждать и смерть, и воскресение. И если мы умерли с Ним, то мы должны жить уже в обновлённой жизни. Аминь, аминь, аминь. Опресно чистоты. Сегодня прекрасно Лариса и Максим свидетельствовали, говорили о Слове Божьем, что они эту Пасху ели вместе с пресным хлебом. Никакой закваски там не было, никакого греха, то есть закваска это грех, похоть же зачавший рождает греха, грех смерть. Поэтому опресно чистоты, мы вкушаем его чистого, непорочного. Да, с горькими травами там ещё кушали, да, многими страданиями надлежит нам войти в Царство Божие, потому что испытывается вера наша. Мы должны приходить, проходить эти долины и не чуждайтесь этого явления странного, потому что, дорогие мои, сам Господь Иисус претерпел и прошёл этот путь, за что был и увенчан славою. Итак, мы с ним в этом акте крещения констатируем, говорим, подтверждаем, утверждаем смерть его и воскресение. Вот так, дорогие мои, мы с ним в одно, в духе одним, соединены с ним и есть один дух с ним. Слава нашему Господу! Я благодарю Бога за великие, чудесные откровения. Это всё принадлежит нам. Нам, дорогие, мы наследие Господне. Христос воскрес! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь, слава Тебе! Ты воскрес из мёртвых, первенец из умерших, наш первородный брат. Слава нашему Спасителю! Дорогие мои, и нашу сегодняшнюю беседу я так и хотела назвать, что мы в этой Пасхе что делаем? Пройдёт Господь и увидит кровь на перекладины и на обоих косяках и пройдёт мимо. Итак, я хочу возвратиться к тому же самому месту, который, может быть, в ваших церквах читали. Мы слышали уже от Максима и в прямом эфире вот они вечером говорили вам это слово и служение, которое проходило, об этом же говорилось. Но и я тоже хочу немножко говорить на эту, потому что мы этим самым укрепляемся, мы этим самым утверждаемся в Господе. Слава нашему Господу! И я в 12 главе вот эти не буду прочитывать, все, вы уже знакомы, что значит это Пасха. Вот, это первое слово, которое пришло в Писании о Пасхе, это в Исходе, в 12 главе написано, сам Бог, Отец проговорил и сказал, наставил Моисея, что значит Пасха, как нужно брать Игненка, как его держать в доме, как его потом заколать, как его кушать поспешно и ничего не оставлять и кушать полностью, а что останется сжечь, чтобы ничего не оставалось, чтобы делали это поспешно, чтобы были приготовлены, потому что исход приходит, выход идет, и это Пасха, это последняя ночь, когда Господь все, все вот эти казни, суд всем богам египетским совершил, и когда первенец должен быть поражен, спасение пришло только от того, что от этого Агнца косяки и перекладины у этих дверей были помазаны кровью, и посмотрите, как Господь говорит, 12 стих, 12 глава исхода, а я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую, я пройду мимо, Пасха значит я пройду мимо, или пощада, Пасха это пощада, пройду мимо, он увидит кровь на косяках, и пройду мимо, иногда спрашивают, а кто же все-таки поражал, кто убивал этих первенцев, Бог или это ангел смерти, кто это поражал, посмотрите, я сейчас еще вам прочитаю, и мы очень ясно поймем, кто все-таки поражал, в 22 стихе этой же главы, посмотрите, как описывает, как нужно сделать, Господь учит Моисея, и созвал Моисей всех старейшин изваривых, и сказал им, выберите и возьмите себе ангел по семейству вашим, и заколите пасху, и возьмите пучок и сопа, это хвойное растение, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину, и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, и вы никто не выходите за двери дома своего до утра, и пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладины, и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения, и так, Господь смотрит на все человечество, которое все лишено славы Господней, все человечество от грехопадения Адама за грех наказания, смерть и вечное осуждение. Это определение Божие. Адаму Господь сказал, смертью умрешь в день, когда вкусишь от этого плода. Вечное разделение с Отцом Творцом. И так случилось. Но Господь Иисус кровью Своею возвратил нам отношения с Богом. И сейчас только те и только на тех, кто помазал себя этой кровью, то есть принял Иисуса Христа Спасителем, Он будет спасен. Отец Небесный, как только видит кровь на тебе, значит, губитель за грех, смерть, наказание пройдет мимо. Смотрит Отец и губитель не может, никакой власти не имеет над тобою. Дьявол власти не имеет над тобою, потому что кровь на тебе. Ты принял Иисуса Личным Спасителем. Я так рада, я буду свидетельство читать, что у нашей сестры муж принял Господа. У какой же сестры, я сейчас, я потом прочитаю, это Ольга Байчук из Павлодара. Он, ее муж драгоценный принял Иисуса Христа Господом своим. И в этот момент Ангел губитель пройдет мимо. Только начавшую жизнь продолжить до конца. Дорогие мои, посмотрите, что говорит Господь. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. До какого утра? А тогда, когда Господь придет за церковью своей. Вот до этого момента всегда и постоянно все принявшие Иисуса всегда оставайтесь под покрытием в крови Господа нашего и Спасителя Агнца Божьего. Не выходить из этого состояния, не оставить Господа, не отречься Господа, исповедать Господа. В домах своих всегда находиться под краплением Господа нашего Иисуса Христа. Губитель пройдет мимо. А почему происходит, что то или другое приходят наши дома, значит мы не бодрствуем, значит в какой-то момент своей жизни мы вышли из покрытия Господа нашего. Или понадеялись на себя, или где-то разочаровались, или очень где-то легковесно относились к этому, или не почитали за святыню кровь завета, оставались или стали неверными в чем-то, и двери открытые. И поэтому приходят наши дома. Вот это поражение. Но сейчас Пасха наша, Христос заклан из-за нас, первосвященник будущих благ. Он со своей кровью вошел во святилище, и он показывает Отцу нас. Мы снова и снова обновляемся в завете с Господом, и Господь ходатайствует. Если мы и согрешим, мы имеем Иисуса Христа Ходатая, который не с кровью пришел животных, но со своей личной кровью. И смотрит Отец и милует, и милует нас. Дорогие мои, увижу кровь и пройду мимо. Можем ли мы ликовать Господи? Можем ли мы торжествовать? Ну конечно же, конечно, Христос наш за нас. И если Отец Сына Своего не пощадил, а отдал за нас, когда мы были грешники, мертвыми, по грехам, по преступлению нашему, то как же с Ним Он не дарует всего? Только не выходите за пределы крови Иисуса Христа убегает в эту скалу праведник и будет безопасным. И будет безопасным. Вы помните Рав, блудница, женщина легкого поведения, в Ветхозаветное Писание. Мы читали эту историю. Когда соглядатые пришли, уже идут в землю обетованную, завоевывают ее мечом и копьем, эта женщина приняла их, поверила Богу Израиля, потому что в трепет этот Бог привел все народы. И она приняла их, поверила им, помогла им. И они сказали, вот знак тебе, ты не погибнешь. Из окон твоих эту красную веревку выпусти, опусти, чтобы ее видели. Губитель пройдет мимо. Какое чудесное обетование. Мы все отпавшие от Господа Иисуса по преступлениям нашим. Сейчас красная нить, красное покрытие Господа нашего Иисуса Христа не даст губителю поразить нас. Слава нашему Спасителю, дорогие мои. Я благодарю Господа. Давайте мы Его еще раз поблагодарим. И еще, еще, за то, что Он нас возлюбил, за то, что Он нас примирил с Отцом Небесным. И Он на нас смотрит сейчас только через кровь Иисуса. Только. Поэтому никогда не уходите. Верою принимайте. Господь в нас. Господь с нами. Господь покрывает нас. Вот наша праведность. Господь покрыл нас Своею праведностью. Аллилуйя! Слава Ему! Отец Небесный, я благодарю Тебя, что Ты видишь сейчас на нас кровь Сына Твоего. И я благодарю, что мы не будем подвергнуты осуждению за грех осуждения смерть. Но Господь нас покрывает. Господь нас милует. Мы, Господи, не оправдываемся. Мы говорим, Господь, во имя Иисуса Христа Отец, помилуй нас, помилуй Господь. Ибо мы приняли Господа нашим Спасителем. И Его кровь сейчас на нас. Я благодарю Тебя, Отец, за Твою великую силу, за Твою великую премудрость, которая могла нас освободить от вечного осуждения. Я благодарю Тебя за план спасения Твоего. Благодарю за Иисуса Спасителя, который примирил нас с Тобою навсегда. Спасибо Тебе, Отец. Мы рады, мы счастливы, мы ликуем, мы торжествуем и говорим во все сферы нашей жизни Христос воскрес, воистину Он воскрес, да будут воскрешаться сейчас все наши эти темные места, где, может быть, уже еле там жизнь теплится. Господь говорит, стань спящий, воскресни из мертвых и осветит Тебя Господь. Проснись, встань, вооружись этой мыслью, что Господь за Тебя, а не против. Я благодарю моего Спасителя за Его чудное Слово, которое дает нам такие чудесные, великие обетования. Я хочу сейчас зачитать наши свидетельства, а потом мы будем молиться пред Престолом Милости, куда мы можем войти. Мы будем с поспешностью идти туда, бежать, потому что там наше место пребывания, там Господь с нами, там Господь Иисус благоволит к нам милостью Своею. Мы будем предстоять пред Ним и будем говорить к сердцу Его, мы будем говорить желания свои, мы будем говорить благодарности свои, восхищения свои и также наши нужды и наши просьбы. Господь сказал, придите, приходите, вечерите со Мною, будем возлежать на Его груди, будем с Ним общаться, наш Господь, славный Бог наш, нет такого, нет такого ни у кого, халилуя, у меня просто аж вот здесь уже от радости и счастья болит даже, рот мой не закрывается сегодня, я славословлю Его, уста мои наполнены радостью, слава Господу нашему, свидетельство, это Ольга Соленая, это наверное дня два назад было, здравствуй, Максим, слава Господу, спасибо вам за молитвенную поддержку, воскресенье моя сестра была на служении, аллилуйя, Господь великий, представляете, она была в пятницу в ночном клубе, и ей совершенно незнакомый человек сказал, что ей надо ходить в церковь, друзья мои, это чудеса, Люда говорит, что это было как обличение, и воскресенье мы вместе поехали на служение, во вторник она пошла на ячейку, в среду мы снова на служении, как же велика милость Божия, аллилуйя, слава тебе Господь, и она здесь нас очень сильно благодарит, всех нас служителей, спасибо Господу за вас, радость моя великая, будьте благословенны, да, дорогая наша драгоценная сестра, Оля Соленая, слава Господу, будь соленой, Ольга, вы знаете, меня восхищает ваши фамилии, Соленые, Богомоловы, возлюбленные, Кадош, и все прочее там, ну просто не знаю, и Помогаевы, и всякие другие, слава Господу, аллилуйя, и Ольга Бойчук, Ольга Бойчук, бойкая, крепкая, сегодня мой муж в церкви принял Иисуса в сердце, прочитал своими устами молитву покаяния, аллилуйя, я молилась за это, теперь его имя записано в книге жизни, аллилуйя, воскресенье в жизнь пришло драгоценной Ольге нашей, слава Господу, что ты молилась, не останавливайся, благословляй своего мужа, помогай ему, будь ему помощницей, чтобы вместе пройти земной путь, ты же уже давно в Господе, учи его, наставляй его, примером личным, пусть он видит в тебе свою настоящую помощницу, которая рука об руку так и поведет его в Царство Божие с Духом Святым. Оксана Волгоград, всех благодарю, кто молился за меня, мою семью, мне Бог дает любовь к мужу, и мне стало мужа очень жалко, и Бог показал мне мои грехи, чтобы полюбить мужа. Абсолютно правильно, Оксаночка, когда ты будешь любить своего мужа, тогда он полюбит Господа. Любить, это значит открыть свое сердце, значит не искать своего, значит быть жертвенной по отношению к нему, и он обязательно твою любовь увидит. И вот это чувство сострадания к нему, это как раз любовь тебе показала, его жалко, он без Бога, он, если его не примет, он просто будет в вечном осуждении, но Господь извлек его из ада преисподнего, он не хочет, чтобы он погиб, но чтобы имел жизнь вечную, и тебе сегодня великое поручение, великое от Господа, служение, жена спасет мужа своего, вот что сделает Господь, дивное и чудное, будь благословенна, драгоценная, да укрепит тебя Господь, Аллилуйя. Татьяна Василенко, Аргентина, Буэнос-Айрес, родился правнук Максим, я сегодня прочитала, вы там поздравляете, я почему-то Танечка думала, что вы такая еще молодая, вот, в Аргентине, думаю, молодая, а вы уже прабабушка, да еще и Максим, да спасибо Господу, что у нас уже прибавляются правнуки, слава Господу, слава Господу, да будет благословен сей младенец, да будет он благословен пред Господом, Господь, благослови этого младенца, он посвященный, он Твой Господь, храни Господь его, пусть Твоя божественная отметина, кровью Твоею Господь, да будет помечен младенец сей в славу Твою, да будет, Господи, восстановление матери Его, Да будет благословение в этом доме, да приблизятся все они к тебе и возрадуются радостью весьма великою, потому что Христос воскрес, первенец из умерших. Аллилуйя, слава тебе Господь. Рена Джафарова из Баку, Реночка пишет. Начала отступать. Слава Богу. Аминь. Аминь. Слава Господу нашему. Боль будет отступать. Сила воскресения Господа нашего, Аллилуйя, она побеждает все наши боли. Сила воскресения. Через смерть Господа пришла сила воскресения. И сила воскресения несет исцеление в ранах Иисуса Христа. Если бы Он не воскрес, то никогда бы нам не получить никакого здоровья. Но Христос воскрес, и через смерть Его мы получаем освобождение в наших болезнях. Слава нашему Господу. А если Он не воскрес, то ничего, ни проповедь, ни вера, ни слова, ничего бы не работало. Но Он воскрес. Слава нашему Господу. А Юлия из Одессы. Вчера муж был очень болен. Молились. Сегодня намного легче. Благодарю за молитвы. Всем они действенны. Они действенны. Благодарю. Конечно, проблемы еще много. Но верю в Божье обетование и в Его помощь. Аллилуйя. Слава Господу нашему. Будь благословенна, дорогая Юлечка. Храни тебя Господь. И все проблемы будут отходить. Почему? Да потому что Он властно подверг позору всех этих сил демонических, которые в нас эти стрелы запускают. Во имя Господа. Будем смотреть на это. И будем противостоять твердую верою. И Он убежит от нас. Аллилуйя. Слава нашему Спасителю. Господь с нами, а не против. Господь за нас, а не против. Аминь. Слава, слава, слава. Слава нашему Господу. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Написано Римлянам 10, 20. Еще раз повторяю. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Иисуса Христа с вами. Аминь. Сила воскресения с вами. И как Он властно подверг позору, наша задача сейчас, когда мы проходим эти все переживания, наша задача точно так же властно подвергать позору, наступить на этих всех змей и скорпионов. Они будут. Для чего? Чтобы мы проявляли власть Господа. Потому что, чтобы мы были соответственные для Господа нашего. И вот церковь, которая кость от кости его и плоть от плоти его, его церковь, она победоносная, она сильная. Да где же нам тогда проявлять себя? А вот тогда, когда Он атакует нас, а мы Ему противостоим и властно подвергаем позору, как и Господь Иисус это сделал. Это нам просто необходимо делать. Мы просто не вопим, Господи, освободи. Мы сейчас должны, как Иисус, поступать точно так же в мире этом. Как? Сатану сокрушить под ногами нашими. Вскоре. Бог же мира. Через кого? Через тебя Он будет. Силою Своею будет творить эти великие победы в твоей жизни. Так что огненного искушения никто не смущайтесь, как странного явления. Они нам нужны для того, чтобы осуществить власть Господа Иисуса Христа. А так откуда мы узнаем, есть у нас эта власть или нет? Как мы уразумеем? Только тогда, когда у нас это будет давление, а мы будем противостоять. И вот тогда мы узнаем, что Господь умер и воскрес и властно подверг позору все силы тьмы. И сказал, и сказал Он нам, и вам даю власть, как Отец послал меня, и я вас посылаю. Наступайте на всю эту змеиное отродье. Наступайте. Аллилуйя, слава Господу. Друзья мои, Господь велик, Господь славен, Господь с нами. Аллилуйя. Ирина Кадош. Святая Ирина. Время быстро пролетело в молитве. Завтра рано вставать на служение. Не хочется выходить из эфира. Но надо отключаться. А я сижу, пишу, читаю, молюсь. Всем благословений. Дорогая и драгоценная. Значит, достигла до нас Царство Божие. Если мы не хотим оторваться от общения, если нам хочется молиться, друзья мои, мы в преддверии великих, огромных свершений Божиих. Сила воскресшего Иисуса будет действовать могущественно в нас и через нас. Аллилуйя. Аминь. Аминь. А если уж нам это хочется, если мы к этому стремимся, то Господь с нами делает великое и чудное и дивное. Сегодня Максим в эфире там спрашивал, а нужно ли нам продолжать? О, сколько вы много написали, что как это нужно и как это важно. Дорогие мои, слава Господу, если это так необходимо. Значит, это от Господа. И что? И если от Господа я поправляю себя, то и дивно в очах наших. Аминь. Аминь. И невеста его, и церковь его, она приготовила себя. Она поправила свои доспехи. Все, что там поржавело, этот меч это баюдоострый. Вот прям сейчас оттачивается. Давайте-ка мы возьмем, так как у Господа, в устах его был обоюдоострый меч. И у нас этот меч обоюдоострый, чтобы поражать все силы тьмы. Это Слово Божие вместе с Твоим сказанным Словом. Меч обоюдоострый. В устах у него и у нас одинаково. И мы поступаем в этом мире так, как он поступал. У нас нет другого никакого определения. Если мы Христовы, то так же, как и Христос. А если Он смирился, то точно так же и нам. А если Он молился, то и нам молиться. Если Он с великим воплем в одни страдания своих возобил Господу, Отцу, то и мы вопим. Ну вот так, как у Него и так у нас. Господь, слава Тебе! Халилуя! Слава Тебе, Господь! Дорогие мои, давайте будем молиться за наши нужды. Я знаю, что их там много, но в последнее время что-то уже меньше нужд. Или у нас праздничные дни были, что мы там как бы про нужды свои забыли. Но у Господа ничего не забыто. Он все помнит, все знает. И каждая наша нужда, она не сокрыта от Него. И Он хочет войти во все наши обстоятельства, нашей жизни. Одно только, не выходите за двери дома своего. А дом наш, дом мамолитвы наречется. И дом наш, это святилище Господне, дом духовный. Святилище в нашем духе общения с Господом. Не будем выходить из этих общений постоянно и всегда и непременно. С Ним будем. Аминь. Аминь. А с Господом нам все возможно. А без Него ничего. Ничего мы не можем. А с Ним все можем. Все могу в укрепляющем Иисусе. Могу? Могу. Могу отражать дьявола? Могу. Могу молиться за больных? Могу. Могу исповедовать Слово? Могу. А верю Слову Божьему? Верю. Праведник веру и жив будет. И многое может сделать усиленная молитва праведника. Да будем мы благословены пред Господом. Господь, я снова предстаю пред Тобою и молюсь, Господи, за наших дорогих друзей, Господи, за детей Твоих. Я молюсь, Господи, вместе со всеми за наши нужды, Господь. И мы приносим пред престолом милости. Мы приходим пред Тобою, Господь. Мы прославляем Тебя, что Ты умер и воскрес. И теперь, Господь, в Одесную Отца Небесного, Ты по правую сторону Его. Ты сегодня, Господь, предстоишь пред Отцом с кровью Своей, и Ты ходатайствуешь за нас. Господь, мы в Твои руки передаем все наши нужды. Ты их видишь, Ты их знаешь. Их у нас, Господи, много, Господи, но для Тебя нет ничего невозможного. И я призываю Твою милость во все сферы нашей жизни. Нам, Господи, так нужно восстановление физическое. И в ранах Твоих мы получаем исцеление. Я говорю, дай и аминь в ранах Твоих исцеление. Все неизлечимые болезни дай исцеляться в ранах Господа Иисуса. Он умер и осудил все эти болезни. Пригвоздил на кресте. Там они осуждены. И взамен мы получаем здоровье, спасение. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Бог мой и Царь мой. Во имя Иисуса Христа все наши нужды, все наши проблемы финансовые. Господь, Ты взял все проклятие, нищеты на себя. И Ты, Господь, обогащаешь нас Собою. Ты расточал, раздал, Господи. Ты отдал нищим. И мы, Господи, зависимы от Тебя. Ты, Господь, даешь, кто просит Тебя. Ты говоришь, просите и получите. Вот это именно мы и делаем. Мы просим милости Твоей, Господь. Такие трудные ситуации. Я вот читаю, Господи, и там так трудно во всем разобраться. И эти разбирательства, и эти все кредиты, и эти непроданные земли, эти квартиры. Все, Господи, так все запутано. Господь, но у Тебя нет никакой путанины. У Тебя все, Господи, свободно. И мы приходим к Тебе к милости Твоей. И просим, Господи, высвободи нас. Освободи из этих всех пут. И высвободи, Господи, на пространное место выведи, Боже. Мы молим и просим Тебя. Твоей помощи, Твоей поддержки. Пошли правильных людей. Пошли, Господи, эти все правильные действия, чтобы нам не нанес ущерба Сатана. Мы во имя Иисуса Христа. Сейчас наступаем на всю эти сети, на всю эту путанину, которую Сатана загоняет нас, чтобы мы сейчас находились в этой долговой яме. Да не будет этого во имя Иисуса Христа. Мы будем давать в долг, а сами в долг брать не будем. Так Господь сказал. Мы будем главою, а не хвостом. Так Господь сказал. Потому что мы слушаемся Слово. Потому что мы щедрые на даяние. И, Господь, Ты открываешь нам окна небесные. Мы выполняем свою часть, а Ты выполнишь свою. Благослови, Господь, нас во имя Твое Святое. Мы будем сеять щедро. Мы, Господь, даятели. И Ты, Господь, благословляешь нас, что мы руку свою открываем нуждающимися. И тот, кто напаяет бедных, тот и сам будет напоен. Господь, я благодарю Тебя, что праведник ест до сытости. И когда Ты, Господи, кормил этих людей, которые были голодны, их было так много. Пять тысяч только мужчин. Господи, Боже, милостливый, Ты сказал, что берите и кушайте. И каждый брал, сколько хотел. Сколько хотел. То есть до сытости. Я благодарю Тебя, Господь. И даже был избыток. Господь, благослови. Благослови. Открой окна небесные. Мы призываем сейчас. Все, кто находится в этой финансовой зависимости. Мы сейчас молим и просим, да откроются, Господи, окна небесные. И Ты одождишь нуждающихся в этих финансах, в этих, Господи, хороших, хорошо оплачиваемых работах. Господь, благослови наследие Твое. Аллилуйя. Слава Тебе, хвала Тебе и благодарность Тебе. Ты принял, Господи, нашу молитву. Аллилуйя. Дорогие мои, наш брат Николай Кулик, он такое слово там написал и прочитала. Вы знаете, Коля, ты так написал только одно слово. Мама. Я так радовалась. А мы теперь скажем, давайте это слово все скажем не к маме, а что мама. Мама вот только здесь молится. Да вот Писание вам читает. А давайте мы сейчас скажем, папа, будем обращаться к папе, к папе небесному. Папочка, папа, благослови Колю. Господи, благослови всех, кто нуждается в этих работах. Господи, в хороших работах. Отец, Авва, Отче, мы к Тебе зываем. Мы просим Тебя. Господь, приди на помощь. Приди, Господь, одожди по милости и благодати Твоей. Аллилуйя. Слава Тебе во веки вечные. Аминь, аминь, аминь. Я теперь буду обращаться к Отцу Небесному, чтобы наши отношения в семьях были правильные, Божьи. Потому что Иисус нам эти отношения с Отцом Небесным утвердил через смерть Свою. Он разделение с Отцом взял на Себя, чтобы нас потом приблизить к Отцу. И если мы приблизены к Отцу Небесному, то Он этой силой воскресения и приблизит наших детей, и нас, как родителей, как мужа и жену, чтобы все было едино. Давайте молиться. Примирителю нашему, к Отцу Небесному, который через Иисуса станет действовать в наших семьях, силою воскресшего нашего Господа, который действует могущественно. Аллилуйя, Отец Небесный, спасибо Тебе, что через жертву Иисуса Христа мы примирились с Тобою. И поэтому сейчас во имя шалома, во имя мира мы примиряемся с нашими домашними, с мужьями, с женами, с детьми нашими, с родственниками нашими. Да будет, Господи, милость Твоя, да будет этот шалом присутствовать, да будет шалом творить в наших сердцах эти пути. Каким путем, как пойти, чтобы мир Божий почивал на нас и на детях наших, на домах наших, на близких наших. Ты, Господь, сказал мир, мир ближнему и дальнему. Господь, слава Тебе. И когда Ты воскрес, Господь, Ты пришел и сказал мир Вам. Поэтому сейчас в каждый дом, где нет мира, да придет Божий мир. Мир Вам, семьи Божьи, мир Вам. Господь воскресший приходит и говорит мир Вам, мир Вам во имя Иисуса Христа. Да придет этот мир в наши дома. Слава Тебе, Господь. Слава, слава, слава. Господь, я благодарю Тебя за милость Твою. Давайте мы помолимся за Церкви Божьей. Давайте помолимся, чтобы в домах Божьих был этот мир. Пусть сила воскресшего Господа Иисуса Христа действует сейчас в наших поместных общинах. Пусть сердца откроются. Пусть каждый принимает друг друга. Пусть каждый носит времена друг друга. Пусть этот мир соблюдает наши сердца. Потому что, когда нет мира, тогда это открытая дверь для дьявола. Перекроем все эти открытые, все эти пробоины кровью Иисуса Христа. Пусть придет мир Божий в Церкви Божьей. Пусть каждый подаст руку общения. Пусть каждый будет открыт для Господа. Чтобы слава Господне могла течь через каждого из нас. Там должен быть мир Божий. А иначе как этот мир Божий потечет другим, если там будет закрыто для Господа, для мира, какой-то обидой, какой-то болью. Давайте убирать сейчас. Будем молиться за Церкви. Господь, я молюсь сейчас за все поместные Церкви, которые по всему лицу земли. Господи, пусть будет мир там. Пусть уйдет вся такая обида. Пусть уйдет всякое непонимание. Господи, Ты нас сроднил кровью Твоею. И мы сейчас, молясь друг за друга, утверждаем, Господи, мир. Потому что Царство Божие – это мир, это радость, это праведность. Господь, халилуя, слава Тебе. Пусть будет и мир, и радость, и праведность. Во Христе Иисусе, Господи, мы обладаем всем этими качествами Царства Твоего. Да будет так, Господь, по слову Твоему. Мы также молимся сейчас за Израиль. Мы молимся, Господь, за народ Твой. Ты сказал, если вы будете молиться и благословлять сынов Аароновых, сынов Авраамовых, Ты, Господь, благословишь нас. И мы, Господи, не корень, они корень, а мы ветки. Господь, Господь, но они отломились неверием, а мы привились верою. Так поэтому и нам нужно молиться за этот корень, от который Господь дал нам и пророков, и закон, и самого Господа Иисуса Христа. Давайте молиться за Израиль. Господь, да будет мир, да будет благословение народу Твоему. Господь, откройся ему в славе. Господь, Ты придешь в этот народ, Ты утвердишь царство свое, и все люди увидят, Господи, что Ты, который благословил Авраама, Ты, Господи, и сотворишь это. Господь, ибо Ты верен в завете Своем, а сейчас мы, которые привитые, и мы дети Авраама по вере, мы молимся сейчас. Да будет мир Иерусалиму, да будет мир чертогом его, да будет, Господи, благословение, да будет спасение. Боже, защити народ свой. Благодарю Тебя, что они сохранили Слово, что они выстояли первые христиане из народа Твоего. Они посеяли себя семенем в эту землю. Господь, возроди Иерусалим, возроди, Господь, Израиль. Пусть, Господи, слава Твоя взойдет над Иерусалимом во имя Твое Святое. Да будет, Господи, благословение сынам и дочерям Твоим, сынам Сиона, сыновьям Твоим, дочерям Сиона. О, Господь, благословение Твое и мир Твой, да соблюдет каждое сердце. Да будет спасение явлено во имя Твое Святое. А сейчас нам, как языческой церкви, Ты сказал, Господь, когда будет полное число язычников, тогда дверь будет закрыта для нас, Господь. Но сегодня еще день спасения. Сегодня еще лето благоприятное. И поэтому молимся сейчас, Господи, пусть, Боже, эти благовестники, эти глашатые, этот, Господи, Сианел, который проповедует Евангелие Царства Твоего, пусть, Господи, будут проповеданы до конца земли, чтобы, Господи, еще больше и больше пришло народов в Царство Твое. Во имя Твое Святое мы молимся, чтобы проповедь Евангелия расширялась. Благослови, Господь, нас, быть глашатаемы Твоего Слова. Во имя Твое Святое мы молились, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И все сказали Аминь, Аминь, Аминь. А теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Дорогие мои, я с вами прощаюсь. Я на одном дыхании, на одной волне, на одной ноте, здесь вот как из пулемета строчила вам. Вот, ну вот так вот у меня сегодня застрочилось все. И пусть язык у нас будет как трость скорописца. Когда Господь дает быстрым быть, будем быстрым. А когда он дает и в размышлениях, в рассуждениях, и это тоже очень важно и славно. Так что все, что мы не делаем, строчим как из пулемета, или размышляем, и восхищаемся, или поем, или духом, или умом, и то, и другое. И все хорошо, когда мы делаем это в славу нашего Господа. Аминь, дорогие. Вам доброго дня, благословением в вашем дне. Пусть мир Божий соблюдет ваши сердца. И не забывайте, увижу кровь и пройду мимо. Аминь. Будьте благословенны. Господь, Аллилуйя Тебе. Аминь.